Это тушеная курица с овощами. Для этого нам потребуется основные ингредиенты. Это куриное филе. Вы можете использовать обычную курицу, разделите ее на части. Крахмальная лапша, болгарский перец, картофель, морковь и лук, грибы и шампиньоны. Вы можете взять свежие шампиньоны, я же взял консервированные. И специи. Приступим к нашему приготовлению. Начнем с крахмальной лапши. Ее необходимо замочить в горячей воде примерно 10-15 минут. Мы можем приступить к приготовлению нашего маринада. Это сок имбиря. Также вы можете взять рубленый имбир, маринованный либо свежий на ваше усмотрение. У меня не было свежего, поэтому я взял маринованный. Немного красного перца. Черный молотый перец. С перцем лучше не перебарщивать, чтобы не получилось сильно остыть. Чеснок измельченный. Мирин. Если у вас нет мирина, можете использовать обычное белое вино. До сюда. Или соль. Сахар. Сахар примерно 1-2 столовые ложки. Достаточно. Соевый соус. Вы можете добавить и обычный соевый соус. И можете туда же добавить креветочный соус. Соевый соус, если он у вас есть. Я вместо креветочного соуса использую устричек. Это устричный соус. Можно отложить наш маринад в сторону, пока он не понадобится. И приступаем дальше к овощам. Овощи. Картофель. Нарезаем достаточно крупно. Ну, я где-то на 3 части примерно буду резать. Так как у меня луковицы маленькие, я их нарежу пополам. Примерно у меня получили нарезка кубиком примерно 3 на 4 сантиметра. Морковь также нарезаем достаточно крупно, шашечками. Толщиной примерно 2,5 сантиметра. Так как наши овощи будут тушиться, и что бы не размякнутся. Берем себель зеленого лука. И его просто пополам. Могресский перец нельзя крупными перьями. Шампиньоны, так как у меня они консервированные среднего размера, я их не буду нарезать. Вот так. Если вы возьмете свежие шампиньоны, они будут крупные, их пополам лучше разрезать. Куриное филе нарезаем также на крупные куски. Если вы берете курицу, вы можете разделать ее по частям на крылья, ножки, куски средние тоже желательно нарезать. Добавляем немного масла. Жарим. Курицу необходимо слегка обжарить. На среднем огне. Чтобы она немного слатилась. И добавляем наши овощи. Также обжариваем. Накрываем крышкой. Блюдо должно продумиться примерно 10-15 минут на сильном огне. И жидкость должна выпариться на 1 треть. Кунжутное масло. Примерно тоже 1-2 чайные ложки. И кунжутные семечки. Перемешиваем. И добавляем нашу крахмальную лапшу, которую я предварительно слил. Она находилась у нас в горячей воде 15 минут. Почти готова. Тушим еще примерно 2-3 минуты на сильном огне. Лапша очень хорошо впитывает влагу. Поэтому, когда выпарили 1 треть, там останется где-то 1 четвертая часть. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин